друзья подписчики всем огромный привет в общем для вас никакого специального видео нету просто хочу сказать что я заболел конкретно вообще и если видео не будет какое-то время то может я больницы или типа того и не могу как снимать выкладывать сейчас только что приехал с магазина ездил за лекарствами сейчас вам вкратце расскажу какие здесь у них лекарства и покажу их и немного расскажу про болезнь вот ну просто если я буду долго болеть чтоб как вам было не скучно хоть это видео посмотрите значит что касается болезни вот то есть я заметил что здесь ты постоянно болеешь какой-то хернёй наподобие гриппа и самое интересное в том что например когда я у нас жил да там в россии в украине я вообще футфуту никогда не болел вообще ничем не простудой там не каждый не знаю ни температуры не горло не болел вообще ничего не было никогда то есть не болел не брал больничных нити дни не пропускала здесь только приехал и каждый год вот стабильно в одно и то же время короче заболеваешь и симптомы как всегда чуть разные но она чувствуется что это вся одна и даже хрень у них здесь какие-то их не гриппы американские у меня такое подозрение что это все короче какая-то огромная 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 тайна но мне кажется что это все делается специально эти бактерии кто-то сюда запускает реально просто потому что весь этот прививочный медицинский бизнес фармацевтический тут просто поставлен на поток это не знаю тут не миллиарды а наверное триллиарды долларов этих прививках и во всем этом механизме и просто если люди не будут болеть нафига не будет делать прививки откуда берется этот грипп здесь постоянно в одно и то же время то есть непонятно и получилось как вот я даже точно уже не помню время когда я заболел но это было вот как по моим предположениям в районе того видео когда он выкладывал обзор покупок из волмарта может быть в этом волмарте там от каких-то негритянок заразился нам же ходят это самое вот эти покупатели которые не лечатся в больницу не ходят вот такие места лучше без особой надобности не ходить вот я тогда ходил делать возврат и я вам говорил на оставшуюся сумму взял и после этого через пару дней у меня сильно заболело горло я еще записывал влог я вам говорил что у меня болит горло что больно говорить и она болела где-то я не знаю неделю там полторы-две вот так то есть переменным успехом то сильнее то медленнее ну и так по мелочам то голова то живот ну то есть и чувствуется во всем организме какая-то слабость такая как раз но но тоже временами то есть не постоянно и у них здесь как бы универсальное лекарство это два вида лекарства это адвилл и айбупрофен ну айбупрофен он по моему у нас уже развита этот адвилл я не знаю развит у нас или нет там код его просто взял чтобы ему дома было не скучно и в общем и конечно я их пил но они-то не лечат эти адвилл и айбупрофен они просто снимают воспаление то есть если горло воспалилась они могут снять и они убирают как бы боль то есть ты себя как нормально чувствуешь но лечение никого не происходит обычно грипп он через пару недель проходит сам а вот у меня он что-то не проходит и получилось как вот все годы да я здесь получается вот один раз в год более этим гриппом и он всегда чуть разным примерно одинаковый может это этот же гриппа может и нет я уже не знаю и получается она приходит в то же время вот эти прививки от гриппа их делают именно сейчас вот их начали делать наверно с октября и вот так и получается что как только вот начинают делать эти прививки ты заболеваешь гриппом или как тебе уже сделали или до того как сделали а мне получается только заболел у тогда был с таким горлом опухшим и буквально через пару дней у нас сделали прививки вот я пошел ее делать она бесплатно там ничего не надо сюда страховка есть то есть можно делать ее где угодно везде то есть он начинается сезон гриппа везде делают эти прививки даже во всех продуктовых магазинах во всех супермаркетах то есть везде где есть отделение аптеки я делал как на работе да то есть у нас просто приезжает в один офис они оборудуют как в кабинет этот медицинский там медсестра сидит и делает там просто анкету заполняешь там не ничего абсолютно там фамилия имя там номер страховки и больше ничего не надо и но она еще и русская была я у нее спрашиваю я говорю если болею прививку можно делать он же я помню раньше нельзя было к но у нас еще а здесь она горит здесь можно как все делать то есть неважно хоть и там как болеешь если ты там не лежачий больной прививка как бы тебе хуже не сделает но не знаю сделано мне эту прививку как бы ничего не изменилось и вот это вот было уже лучше лучше на выходных да а сегодня понедельник и и вернее вторник а вчера был понедельник вот вчера уже вечером не стало фигово фигово короче а как ночью тоже почти не спал все это самое то жарту холод и сегодня целый день вообще короче труба хожу как зомби и уже решил что надо ехать покупать лекарства вот потому что как бы к врачу нету времени идти тут каждый день работают записываться там то есть просто много проектов если бы обычное время было я бы конечно бы к врачу вот на завтра бы записался бы с утра так и поехал а у меня сейчас времени нет и в общем поехал я за лекарствами значит лекарства здесь получается есть двух видов которые типа называются те что на прилавках лежат они там каунтер или что-то такое и те которые в самой аптеке то есть обычно есть набор лекарств которые можно покупать без рецепта и есть все остальные абсолютно лекарства на них обязательно нужен рецепт то есть если вы заболели там чем-то и вам нужно лекарство вы даже знаете какое вы его не купите потому что вам его не продадут примеру антибиотиков никаких нету на прилавках они только из аптеки то есть если вы знаете что вам нужен антибиотик вы его не купите нигде без рецепта и это но тоже дополнительные расходы то есть вы даже знаете что у вас и чем вам лечиться но вы купить не можете вам надо идти к врачу если у вас там есть страховка то вам все равно нужно за прием платить вот там обычно это от 15 до 35 долларов смотря что за страховка там смотря что за врач вот ну примерно такие сумма если у вас еще и страховки нету вы уже там от 200 будете платить и выше там 350 может будете платить за один прием вот и получается что я к врачу это не ходил поэтому я ничего купить не могу я даже и не знаю что мне надо я уже пошел просто туда и смотрел что они продают там то что типа от простуды а ну вот эту фигню я купил для кота просто здесь написано что она царапины от как бы ран какой-то крем короче я не знаю то есть я нигде не считал никто мне его не рекомендовал просто увидел что он заживляет раны и быстрые царапины за 24 часа а он из-за своей аллергии себя вот царапает вот там постоянно когтями но сейчас не царапать его на улицу решил не пускать из-за блок он набирает блок у него начинается аллергия он начинает себя царапать я купил чтобы его мазать то есть это для кота и короче получается что я для себя купил а вот такая вот фигня то есть я не знаю тоже самое что это и зачем она то есть единственное что здесь я понял что она от гриппа написано простуда и грипп серьезные то есть если я уже давно болею у меня блин температурой болит и голова и горло значит у меня серьезная простуда в общем здесь написано серьезная простуда и грипп вот в общем взял вот эту вот фигню она стоит по моему 7 долларов а вот эта фигня стоит 5 то есть лекарства здесь офигенские дорогие и вот на такие лекарства страховка нифига не покрывает ну даже если по покрывала вот ничего не сэкономили потому что обычно там есть минимум примеру 7 долларов вот на моей страховке если лекарство стоит 200 долларов я плачу только 7 но если она стоит 8 я все равно 7 плачу с такой уже просто было раньше покупал и раньше ну когда тоже болел вот я когда только сюда приехал в первый год я тогда же сразу в то же время еще пока я жил в отеле тогда сразу заболел этим же голимым гриппом и я тоже на работе там страдал и даже не знал где магазины находятся ничего мне тут знакомые сказали пойди в любой этот типа продуктовый купи там где написано вот это простуда и грипп я вот туда тогда вот просто шел так вот нашел этот отдел где эти лекарства и просто на полках смотрел где простуда грипп простуда грипп ну сейчас я купил такую как жидкость а тогда я покупал такая в коробочке такие порошки то есть просто другой как бы формат одну по моему тоже цена была это 7 а тогда я помню за 8 что ли покупал и то есть пил эти пакетики вода выпиваешь тебя сразу там накрывает то есть и в сон и все более там все сразу проходит ну лечат они или не лечат то есть я не знаю если серьезная болезнь конечно ты без антибиотиков не вылечишься а если как бы простуда грипп я не знаю может она или сама пройдет или там эти лекарства помогут но как бы ну когда еще не сильно там можно терпеть а когда тебя уже всего трясет там сидишь на работе это конечно полная жесть что такое пиратишь в общем он что-то нервничать буду его тогда нести домой в общем вот такие вот парни дела то есть в америке лучше как и не болеть и даже если у вас страховка то это будет как бы недорого но очень неприятно джамград уже две недели получаются мучаюсь а заболеть здесь этим гриппом получается можно и может каждый то есть сами прекрасно видите что я заболел еще до того как начался сезон прививок но даже я слышал такие истории что люди делали прививки и все равно заболевали потому что вторая волна как заболеваний весной начинается а получается весной то люди уже все с прививками о чем они тогда болеют и бывает вообще вот тут ну вот я со знакомыми разговаривал да вот когда заболел и вот все знакомые кто здесь живет они говорят мы каждый год то же самое болеем этими гриппами вся и всей семьей все заболевают то есть кто-то один заражается и всех остальных заражать то есть это реально я вам говорю это какая-то мне кажется это просто подстановка у меня как бы нету никаких доказательств ничего я не знаю просто как это может быть по-другому что в одно и то же время года все население тупо заболевает этими гриппами и причем я вам говорю это не только я я никогда не болела здесь все время болею и другие люди говорят то же самое что болеют постоянно хотя они здесь давно живут то есть нормально питаются нормальная медицина нормальный образ жизни и все равно они болеют абсолютно никто здесь от этих гриппов не защищу в общем ставьте лайки парни подписывайтесь всем огромное спасибо за просмотр пока и удачи до новых встреч до новых встреч